Привет, друзья! Сегодня День России и мы хотим сделать удивительное варенье из лепестков роз. Вот у нас прекрасный куст розы, огромный во дворе. Собрали целый таз этих лепестков. Значит, прочитали рецепт. Надо засыпать сахара сначала 300 грамм на этот таз. И перетирать его руками, сахар с лепестками, до первого появления в лапе, сиропчика. Ну вот, посмотрим, скоро ли появится какой-то сиропчик. Что чувствуешь, как они? Запах вкусный, жалко не передаётся. Тут мы вишню набрали. Вишни у нас полно, огромное дерево. Вот, косточки вытащили. Сейчас полдня будет. Вишню зальём в йогурт. Пошёл в сок, да? Да. И посмотрел. В рецепте написано, когда появится первый сиропчик, оставить это в тёплом месте на 4 часа. Вот так и сделаем. Ну вот, наступил вечер. За окном темнота. Прошло 4 часа. Мы достали, сделали сироп, как в рецепте было написано. Сварили. Долили его в варенье. И теперь должны это всё дело закипятить. Добавили от себя, конечно, не могли удержаться. Вместо сока лимона положили, подлили сок вишни. Вишни. Мы варили вишнёвое варенье. Выглядит не очень, честно говоря, как пока что похоже на какие-то грибы. Какие-то грибы такие, скукоженные, китайские. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ночь будет стоять. Сегодня 13 июня. И мы уже третий раз закипятим варенье из лепестков белой розы. Привет, друзья! Сегодня 14 июня. Значит, варенье мы сварили. Вот из такого таза, из такого таза лепестков белых, у нас получилось 700, наверное, 750 грамм варенья. Сегодня, два дня мы его варили. Сегодня мы решили сделать более диетический продукт. Не варенье, а высушить лепестки роз. Взяли сегодня с розового куста розовые лепестки. Мы их высушим. Ну, попробуем их использовать как добавку к чаю. Дело в том, что наша младшая дочь Полина занимается чаем китайским. И очень любит собирать травы, тоже их добавлять, заваривать в чай. Ну, а почему бы не попробовать лепестки роз высушить и тоже добавлять в чай. Вот такую красоту мы раскладываем на сушку. Тонким слоем надо. Написано, что сохнут они естественным порядком в тени от одного до трех дней. Ну, вот все. 14 числа мы их положили. Будем ждать, перемешивая время от времени. Вот сутки пролежали наши лепестки. Немножко подвяли. Надо их поворошить. Поворошить, перевернуть. Перевернуть, чтобы они сохли дальше. Уменьшились в объеме, да? Уменьшились. Здесь лежал плотно такой слой. Сейчас вот проглядывает везде. Проглядывает ткань, на которой они сохнут. Ну, сутки прошли. Будем двое-трое, скорее всего, сушить. Так, ну вот наши лепесточки. Как они себя чувствуют по прошествии двух суток? Сухи? Да, сухие. Сыпятся, да? Сыпятся. Ну, давай собирать. Попробуем в чайничек. Попробуем заварить. Да что ж ты крутишь чайником-то? Я хотела чайник снять. Красота. Это розовое. Еще у нас есть белые лепестки. Так. Подожди. Вот белые лепестки у нас досыхают. Им, по-моему, еще денек надо, да? Белые лепестки. И вот еще вчера нарвали мяты. У нас ее много. Она у нас такая вкуснющая. Лучше любой, которая продается на базаре, в аптеке. Решили нанизать, как грибы. Ха-ха. На веревочку. Уже нету места растилать. Она у нас сохнет в гирляндах. Дети сказали, у нас гавайский Новый Год. Ура! Замечательные розы. Пока я был в командировке, мои прекрасные дамы все ободрали. Я приехал. Тут просто какой-то сенокоз. Один виноград радует. Вот у нас кустовые розы. Вот другие кустовые розы. Красный он. Сиреневый, желтый. Да. Но вот того изобилия роз нету. Пооборвали все лепестки. Это вот скоро зацветет. Вот. Так, ну и что вы? Варенье уже сварили? Да, мы сварили. Сейчас. Варенье сварили что ли уже? Ну, конечно. Вот три баночки небольшие получились варенье. Вот оно, запотевшее из холодильника. Ну, невзрачное. Были розовые лепестки. Стало вот такое варенье. Но мы сварили очень густое. Вполне можно было бы в два раза меньше лепестков. Или в два раза больше варенья. Вишня. Вот вишня получилась замечательная. Косточки выбирали. В смысле, вишня с лепестками что ли? Нет, просто вишневое варенье. Вот сегодня нарвали лепестков малины. Листочков. Листочков малины тоже будем сушить для чая. А вот сушеные уже лепестки розовые. Вот, в чай готовы. Запах какой. Вот такой был цвет лепестков. Ну, поярче, конечно. И вот выварилось. И такое варенье получилось. Но варенье вкусное, кстати. Оно у нас густое, как джем. Прямо жуется. Замечательно. Так что вот, процесс идет. Ирина из Пензы все время хочет, чтобы мы показывали огородные дела. Ну, когда я их делаю, Ира, некому снимать. Поэтому так иногда что-нибудь, когда кто-то есть поблизости, снимает. Да и небольшие мы специалисты-то в огородных делах. Поэтому читайте специальные книги. Смотрите специальный огородный сайт. А у нас так просто жизнь. Станическая жизнь. Вот сейчас помогают дети, внуки. Ну, как помогают? Понятно, как больше забот о них. Ну, про лайки-то скажи. Лайк у нас нет. У нас только котики-обеседские. Спасибо, что... Лайки. Да, ну, кому нравится, ставьте, конечно, лайки. Присылайте, может быть, комментарии. Я не знаю, свои какие-то советы. Кто-то будет читать в переписке, может быть, что-то будет почерпывать для себя. Ну, а вообще, спасибо, что вы с нами. Кто не подписан, подписывайтесь. Мы будем знать, что нас не просто случайные люди смотрят. А наши друзья. Мы так всегда с вами и здороваемся, и прощаемся. Пока, друзья. Всего хорошего. Всем хорошего лета. Субтитры сделал DimaTorzok